добрый день мы сегодня рассмотрим тренировку по обучению фильтрования скажем так в основе обучения лежит принцип 1 2 3 в принципе из всех объяснений будет нам понятно то есть мы сначала работаем например один удар в голову поставили ногу два удара в голову поставили ногу три удара в голову поставили ногу следующий уровень обучения когда мы продолжаем в данном же упражнении выполнять такое задание как один удар в голову один удар корпус два удара в голову один удар три удара в голову один удар в корпус и следующее задание когда мы работаем один удар в голову один удар в корпус два удара в голову два удара в корпус три удара в голову три удара в корпус из этого мы делаем просто последовательность, которую спортсмен выполняет на протяжении того временного отрезка, который мы ему задали. Второе задание, которое мы работаем на сегодняшней тренировке, немножко по-другому работает. То есть мы чередуем удары. Первый удар доли чаги, второй удар бока доли чаги, третий удар нере чаги. На втором круге мы каждому этому удара добавляем доли чаги, поэтому получается два удара. И на следующем круге добавляем два раза доли чаги, то есть выходит комбинация из трех ударов. Поэтому первой комбинации мы бьем удар, 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 точнее первый круг. второй круг два удара два удара два удара и третий круг три удара три удара три удара сейчас маша показывает достаточно хорошо все видно третье задание является развитием предыдущего задания то есть мы к этим всем упражнениям которые выполняли в голову удары добавляем ёбчаги в жилет живот в общем-то Светлана показывает и все это видно и завершающим заданием внутренней тренировки на тему фехтования перед ногой является такое выполнение ударов впоследствии уже четыре то есть первый удар до лечаги второй удар бока до лечаги третий удар на речаги четвертый удар ёбчаги все удары выполняются в уровень головы но с каждым кругом на один удар больше если первый круг это один удар один удар один удар один удар то второй круг это четыре раза по два удара третий круг четыре раза по три удара и четвертый круг четыре раза по четыре удара и потом мы начинаем данное упражнение заново вечерняя тренировка посвящена в тоже наработке фехтования но мы начинаем уже разминку в парной работе и первое упражнение по тактике и технике связано с отработкой технических действий то есть партнер выполняет удары ракеткой двумя ракетами по спортсмену спортсмен должен только защитные действия руками не выполняя другие движения во втором упражнении спортсмен выполняет только защиту уклонами первый номер атакует только в голову иногда вам можно путь по корпусу потому что если бить в корпус то все-таки планета сложно и первый номер заставляет двигаться человека заставляет его защищаться именно с помощью уклонов вправо-влево там вперед назад задача первого номера заставить спортсмена делать уклона и неприлички спортсмен может делать включение ударов рукой в третьем задании спортсмен выполняет защиту за счет перемещений первый номер атакует заставляет спортсмена разрывать дистанцию все время находиться на такой близости от удара но при этом не пропускать удары для того чтобы было такое вход-выход второй номер ему разрешается убить удару кулаком в туловище первого номера продолжим разминку теперь уже работа идет в защитной экипировке первый номер данном ситуации в синем жилете работает в игровой манере выполняет атакующие движения удары задача второго номера выполнять защиты руками можно перемещаться и иногда входить на удар рукой в жилет ну как бы задание одно хорошее вроде бы но второй номер не сильно хорошо его выполняет в общем-то и первый тоже спортсмены поменялись ролями теперь посмотрим как другой человек справляется данном задании следующее задание это продолжаем как бы принцип 123 в общем-то это просто методический прием не больше никакой там тактики он не имеет под собой спортсмен выполняет защиту вход рукой плюс один удар ногой следующий раз защиты вход удар кулаком плюс два удара ногой и следующий раз вот удар кулаком давайте посмотрим на выполнение этого же задания 123 в другой паре как мы видим спортсменка не поняла задание просто выполняет то количество удара которое удобно потом приходится внести коррекцию в задание где-то я говорю там больше жестами показываю этого не видно после того как маша понимает задание на его начинает переделывать сейчас мы посмотрим как это получилось дальше следующим упражнением по принципу тренировка 1 2 3 мы делаем в общем то же самое задание спортсмен выполняет защиту и контратакует но теперь его задача выполнить удары именно в голову скажем так популярные сейчас накрывание сева анчаги или сева бака анчаги то есть до рукой и накрывать голову голову один раз удар рукой накрыть голову два раза удар там рукой накрыть голову три раза и смотрим на реализацию данной данного задания и 3 хорошо дальше давай в следующем задании все таки мы переходим к основному части тренировки которые меня интересуют а именно научиться фехтованию то есть первый номер в игровой манере атакует задача второго номера выполнять контратаки только передней ногой и точно так же для того чтобы было по-разному работал он должен выполнить фехтование один раз долей чаги следующий раз у него будет два раза доли чаги в следующий раз будет у него три доли чаги конечно задание не очень получается но тем не менее через какой-то промежуток времени когда мы будем работать она станет уже своим привычным и родным давайте посмотрим как это же задание выглядит в исполнении другой пары следующая посложница задания когда мы после каждой атаки в голову добавляем ее чаги то есть используем тот же самый принцип один удар в голову плюс и общаги два удара в голову плюс и общаги три удара в голову плюс и общаги на примере данной пары можно посмотреть когда хотя было давно задание выполнять фехтование в голову плюс добавлять ебчаги спортсмен не выполняет данное задание к сожалению бывает для того чтобы к нему достучаться донести информацию приходит восстанавливать всю группу а этого делать не хочется обычно в следующем задании которое в общем-то и явилось самым основным на сегодняшнюю тренировку и которая выполнялась с разными партнерами много раундов У меня была такая работа как первый номер работает в игровой манере атакует 2 номер должен выполнить фехтование в голову к примеру один удар в голову и один удар в корпус следующая атака будет идти два удара в голову и два удара в корпус в следующая контратака обязательно идет три фастоуальных ударах в голову Плюс три разных удара в корпус. В данной ситуации каждый спортсмен понимает, скажем так, на свой уровень восприятие техники и тактики данное задание. И на примере нескольких человек мы посмотрим, кто как делал. Можно посмотреть, что выводы неоднозначные. Давайте просто посмотрим. Спасибо. 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 Вот сейчас другие внимание на детстве спортсмена делом. То есть он должен работать по принципу один удар фиктовальный в голову, один удар в корпус. В следующий раз, когда он контур атакует, он должен сделать два фиктовальных удара в голову, два любых удара в корпус. В следующий раз он должен сделать три фиктовальных удара в голову и три удара в корпус. Вместо этого он просто выполняет те задания, которые ему интересны почему-то. Когда останавливается тренировка, объясняющая ему задание, он со всем соглашается. На время тренировки все равно теряет над собой контроль и переходит в свободную работу. Хотя, конечно, тренировка иногда ему и помогает, но в целом сбивает, скажем так, средства тренировок. Помогает в соревнованиях, сбивает средства тренировок. И теперь мы посмотрим очень интересную пару, когда задание, которое я уже много раз сегодня повторял, вообще не менялось. То есть, фехтование перед ногой, плюс добавка в корпус. По принципу, один, два, два. Давайте посмотрим, что это два бравых парня друг с другом делают. Это достаточно интересно. Ну, возможно, смешно. Возможно, плакать надо. Как тренер, я не знаю, как надо быть в таких ситуациях. Ну, наверное, уже все увидели, что эти ребята не выполняют задание, связанное с фехтованием, а просто друг друга ругают. Каким считается правильным. Причем они оба считают, что они правильно выполняют задание. Проблема в том, что оба эти спортсмены, кроме того, что у них проблемы с услугами, они еще слабо владеют жестовым языком. Поэтому даже когда им с помощью переводчика объясняются какие-то задания, они зачастую не могут их понять. И работа с этими парнями требует особой особенности, скажем, придумывания каких-то нестандартных упражнений, чтобы все-таки донести до них задания и научить их поступать так, как, скажем, учит тренер. И при этом еще оставить при возможности для варьирования ими различных парнях. Хотя оба парня с точки зрения физической подготовки очень классные, оба физически развитые и обгоняют многих в команде. Но вот в плане тактического мышления часто сложно донести им некоторые вещи. Хотя мне они оба нравятся. И будем работать дальше. Если была тренировка у меня в первый день, которую я описывал в данном видео, не совсем получилось, то я решил продолжить план. Хотя у меня план был немножко другой. Сейчас мы видим, что спортсмены работают, в общем, вот такое же самое задание. Общий принцип 1-2-3. Один удар, в ответ один удар. Два удара, в ответ два удара. Три удара, в ответ три удара. Начали мы с простых антон долей чаги и перешли, скажем так, на современную технику фишки. Это когда долей чаги бьется как бы закручивание вверх. Техника не совсем традиционная для тэквондо, это техника удобная для электронных жилетов. Хотя во времена 80-х техникал видеосалоны знают, что Жан-Котт Ван Дамм любил бить свой удар именно сверху. Ну, это так, отвлечение. Следующий раздел, следующее задание, точнее, когда мы включаем битурой чаги и подключаем к этому фишкик. То есть мы делаем битурой чаги, битурой чаги в ответ. Битура плюс фиш, битура плюс фиш. Битура плюс два, дабл фиш, битура плюс дабл фиш. И так мы работаем. Ну, по времени, вопрос уже творчества тренера. Здесь мы работаем уже в такой элемент, именно современного спортивного тэквондо, который работает в электронных жилетах. Это как скорпион фиш, удар пятки в жилет. Конечно, удар не сильный, но требует обленной ловкости. И в электронных жилетах может принести свои два балла. Принцип тот же самый, один, два, три. Спортсмены размялись, поэтому теперь мы переходим на удары в голову. Соблюдаем принцип один, два, три. Где первый удар мы используем, как бы не считая его, просто как отвлекающий момент. Начинаем с того, что кидаем парэмпаль в корпус, и потом переходим на доличаги. Данные спортсмены не очень хорошей гибкости, поэтому их техника желает лучшего, но нужно работать над этим. Данное упражнение, в общем, тот же самый принцип один, два, три. Мы работаем на фехтовальной доличаге, но как отвлекающий момент, выполняется движение в корпус, напоминающий удар идет в чаге. Следующее упражнение, конечно, имитация должен быть удар битурой чаги, и потом переход на фехтование доли чаги. То же самое, когда мы выполняем принцип один, один, два, два, три, три. То есть это больше не тактическое решение, а методическая подсказка для того, чтобы спортсмены выполняли, скажем так, задание по огромному алгоритму. Теперь мы работаем, следующее задание, уже когда работает один спортсмен, выполняет удары в толстый жилет, в толстую подушку, и потом переходит на голову. Было давно задание работать технику в голову по принципу один, два, три. Несмотря на то, что мы уже тренируем эту тренировку подряд, выполняем одно и то же задание. И уже не первый день, и уже не первый сбор, и даже уже не первый год. Спортсмен по имени Василий продолжает выполнять то, что ему нравится. То есть он просто выполняет один удар. Хотя хотелось бы, чтобы он выполнял первую атаку – один удар, вторую атаку – два удара, третью атаку – три удара. А удары в корпус – это, скажем так, отвлекающий момент, который он отрабатывает. Хотя при этом, если бить сильно, то эти удары должны приносить результат. Надо к этому больше и стремиться. Когда никто еще не хочет spot бук – один удар и к этому за раку кот то есть дежурный. Он наверное не надеялся. Сейчас нужно— я включил другую пару где все-таки спортивно пытается управлять упражнение которые модами да конечно не совсем хватает гибкости поэтому не сюда получается видеть где было два где три удара но по крайней мере он старается меняться то есть приучает ударами в корпус на юбчаге потом выкидывает доли чаги в голову и для того чтобы было задание интереснее работали следующем задании все-таки мы уже более-менее поняли как работать на фехтование доли чаги и те порученные куда как бака доли чаги или курю чаги надо говорят скорпионки перед ногой то есть мы делаем тоже принцип 123 и после окончания удара добавляем пяточкой в голову смотрим как работает секундан когда секундан ставит лапу так чтобы спортсмен что соблюдал дистанцию и примерно выверял план свой опыт попаданию ударов в голову они просто по воздуху следующем задании мы хотя сохраняем принцип 123 но начинаем через то что объем удар перед ногой пяткой в голову и пятка в голову называются или хурио чаги или скорпионки или пока доли чаги все названия хорошие там главное чтобы вам было всем понятно то есть мы выполняем удар пяткой в голову потом добавляем удары стопой и удары стопой и начинают по принципу 123 следующее упражнение мы учимся эффектовать так чтобы попадать удар бака доли чаги по два-три раза в шлеме при этом замыкать контакт я понимаю что чисто спортивная техника у поклонников старого стиля нам вызовет какое-то отторжение но тем не менее сейчас это популярно если не хватает гибкости то мы работаем как роман то есть мы приучаем ударами ёпчаги в жилет и потом переходим на удар пяткой в затылок затылок мы работаем сейчас потому что если мы будем просто бить стороны открытой стойки то есть лицо в нос ну как нос не выдержит шлем защищает нашу голову поэтому роман выполняет удар в голову потом планет один ударов пяткой шлем следующий раз удар в ёпчаги в жилет плюс пяткой шлем два раза следующий раз там примеру приучает корпусу и работает на пяткой уже на три раза маша более гибкая и поэтому это же задание она выполняет не ставим ногу на пол и приучает противника ударом в корпус и потом переходит на удар в голову и здесь она уже отрабатывать именно фехтование это видно разница между теми кто гибкий и теми кто не гибкий как вы видите маша получается сохраняет тоже самым принцип 123 то есть это не для боя в бою нужно все меняться а именно как метрическое упражнение для того чтобы варьировать свою нагрузку то есть приучает корпус выполнять за пяткой шлем следующий раз на управляем два фехтовальных удары пяткой шлем следующий раз на выполняет уже три фехтовальных ударов шлем скажем так упражнение достаточно сложная но мари маша с ним справляется хорошо молодец следующем упражнении мы меняем задание на то чтобы объем именно удар пяткой с разворота кто-то говорит на ему мандоле чаги кто-то на него говорит курю чаги я говорю твидоле чаги то есть принцип то же самое наша задача ударить ударов разворота и потом еще добавить мы сегодня отрабатываем фехтование по принципу один два три у романа не хватает гибкости к этому примеру выполняет твидоле чаги плюс бака доли чаги примеру твидоле чаги плюс два бака доли чаги то есть он прорабатывать мышцы которые со временем чаги разовьет свою гибкость и возможно что где-нибудь на соревнованиях ему получится на этом ударе заработать примеру попадание в голову плюс давление пяткой на то есть примеру разворот это удар с разворота в голову это 5 баллов добавление фехтовальной пятки это еще три баллах если он сделать интерьер еще больше то есть да это техника современного спортивного тэквондо он ее отрабатывает посмотрим как выполнить данное упражнение маша то есть маша делать супер на переде ножки приучает ударов корпус и обчаяни потом выкидут удар задним разворотом затылок и теперь она и те же задания по принципу раз два три будут выполнять с того что заднего разворота переходит на фехтование естественно задание более сложная по уровню чем выполнял роман но все равно стоит вопрос кто из них поединке когда-нибудь научится это делать задание сложные но доступны в следующем задании мы продолжаем тему фехтования на передние ножки приучаем к тому что пробиваем в корпус юб чаги и потом удар задним разворотом или удар задним разворотом доли чаги или этот же удар плюс фехтование мы добавляем фехтовальные удары доли чаги 1 2 3 тот же самый принцип чередовую одиночную удар обращение с фехтовальными ударами с вращением мы переходим к следующему блоку заданий точнее это уже заминка скажет так в конце тренировки там они уже все устали поэтому просто базовые удары называем удары под ногу пандель передний ужас разворота пандель задний следующее задание этого же встречного дара в голову пяткой пока доли чаги три доли чаги некоторые говорят курят шаги на даже удары нарабатываю и конец тренировки размахать все таки поделать и доли чаги в голову встречное движение сожалению спортсмены уже устали не показывает хорошей скорости надеюсь потом они все таки подумал свой уровень выносливости рано или поздно начнут бить быстрее и закончим данный обзор таким коротким роликом который сняли спортсмены и показали свое отношение к фехтованию и свою любовь старой технике а я смотрю видео ваши и загораю в понедельник буду в зале до встречи